здравствуйте уважаемые друзья по просьбе моих друзей мурманчан я хотел бы связать с вами имитацию ручейника у моих друзей его называют кольцо и вяжется из пера cdc но учитывая то что как я всегда говорю я не люблю повторяться мы его изготовим в таком же исполнении но с использованием несколько других материалов крючок я взял f11 номер 10 для того чтобы сразу отсеять мелкую рыбу изготовили из лески глазки усы и теперь нам понадобится материал из которого мы будем изготавливать тело и крыло значит я буду использовать вот такой материал он имеется разных цветов достаточно хорошо видно нашу будет мушку и в то же время обладает хорошей плавучестью я взял вот такого золотисто песочного цвета подравнял слегка прядь нить можно использовать любую поэтому это не столь принципиально подхватываем у загиба буквально пару петель и начинаем вот так подравнивать все наши пряди закрепим в одной точке и уводим теперь наше волокно оно нам не нужно по величине такого крючка достаточно будет вот толщины этой пряди для того чтобы изготовить то крыло которое мы будем изготавливать значит нам понадобится еще перо перо желательно подобрать так чтобы часть где будет крепиться наше крыло в процессе вы увидите было несколько меньше бородки подходили по загибу крепим его здесь наше перышко закрепили пока не подтягиваем не затягиваем ничего и я отрезал вот обыкновенный кусочек упаковочной фольги которым мы с вами промотаем тело закрепили все материалы и теперь мы с вами должны подровнять тело нить оставляем у глазок закрепили вот так с вами люрекс нитку оставили в этом положении и теперь берем наше перышко и выберем для себя шаг с которым мы будем наматывать наше перо вот бородки как у меня ложатся вперед то есть это не принципиально в какую сторону будут направлены бородки плавучесть у этой мушки достаточно хорошая просто делаем обмотку пальмером все дошли до момента где мы будем с вами изготавливать вторую часть мушки крепим наше перышко остатки удаляем учитывая то что наша мушка будет хорошо терзаться и головлем а у него достаточно хорошие глоточные зубки поэтому я всегда стараюсь использовать клей для закрепления материалов нашу пленочку которая блестящая мы также должны были посадить на клей теперь мы берем с вами даббинговую иглу или любой инструмент который у вас будет под руками позволяющий вот так выровнять наши бородки пленки вернее нашей этой пряжи перехватили теперь мы должны с вами выбрать ту часть крыла которую мы будем величину его значит по моим всем вот которые были проверены по рыбалкам должна приблизительно ну хотя бы на загиб заходить за уровень крепления вернее уровень загиба нашего крючка поэтому берем стараемся аккуратненько вот так удерживать нашу пряжу ставим один оборот делаем делаем второй оборот и под действием тяжести нашей нитки слегка протянем вот немножечко и посмотрим у нас должна с вами выйти вот такая конструкция спера cdc выходит то же самое и теперь аккуратно до самих глазок потому что это плавающий элемент нам он пригодится мы отрезаем закрепим весь материал и я подготовил в качестве лапок и грудки вот перышко павлина и перышко несколько больше по величине чтобы были наши бородки давайте закрепим материал и изготовим грудку с вами вот друзья мои мы с вами изготовили грудку из пера павлина промотали буквально совсем немножечко пером также выбрать для себя необходимый шаг и достаточно уловистая с хорошей плавучестью приманка которая значительно крепче чем перо cdc и лучше чем перо cdc готова к работе величиной крючка можете регулировать для себя ту рыбу которую вы хотите ловить начиная с 16 номера конечно будете собирать всю мелочь какая только будет попадаться 10 12 номер вполне приемлем для поимки головля в нашем регионе ну а для моих друзей из мурманска это вся их хорошая рыбка благодарю вас за внимание до до скорых встреч